Аня, вот у тебя лежит вот эта кость. Вот сейчас, подожди. Расскажи про пользу этого. Которое мы с тобой хотели снять в сюжете, я тебе говорила про это. Это была говяжья задняя бульонка. Это я с нее мясо сняла, сейчас продала его. Молодой человек забрал полностью. То есть ее берут на первую. Но это вот то, что мы снимали, мягкоть от ноги. Вот про эту кость. У нас есть такое вещество, как говорится, в костях. Это суставная жидкость, которое содержит вещество, называется глюкозамин. И очень много лекарств, которые для суставов именно, вот эти всякие тарафлексы, все вот это, они с добавлением глюкозамина идут. 10% глюкозамина, 5-10% содержат. Есть препараты, которые 50% содержат. что-то импортные, там, дорогие, да? А вот это получается глюкозамин в чистом виде. То есть это у кого проблемы с суставами полезны? В первую очередь с суставами, с костями вообще, с переломами, со всеми на свете. В каком виде надо ее? Ну, естественно, так, не надо. Ну, я так понимаю, что... Ну, я поняла, я же так сейчас расскажу. То есть отрубается этот сустав, вот лучше всего брать вот именно вот этот сустав, который, как я говорю, с ручкой, вот с такой. Это задняя говяжья бульонка. У нее вот здесь вот идет подвижный вот этот сустав. Вот он. И вот здесь вот содержится очень много жидкости. Я никогда вот здесь не разрубаю, иначе все это вытекает. Вот она такая вот жидкая, прямо такая, как кисель. Вот, тянется. Вот здесь находится вот эта вот жидкость суставная. И сами вот эти суставы содержат очень много вот этой клейковины. Отрубаю вот так сустав. Варить его нужно ровно 6 часов, как холодец. Но употребляется он в теплом виде. 2-3 раза в день. Не меньше 2. Хотя бы 2. Пьется по полстакана в теплом виде. Вот именно бульон. Его можно подсолить, поперчить, что-то чего-то. Ну, вкусовые добавки добавить. Но застывать, чтобы он как холодец застывал, не надо. Некоторые говорят, а вот нужно есть холодец, вот для суставов полезный. Нет, именно в теплом виде нужно пить вот этот бульон. То есть даже поставили в холодильник, он застыл, ложкой положили его там в мисочку или в бокал, или в микроволновке разогрели, или на плите. Вот он, пожалуйста, вот этот бульон. Нужно пить именно для суставов, когда переломаются остальные прочие. Вместо дорогого лекарства. Да, 80 рублей за килограмм от суставов. И как долго надо пить? Не меньше трех месяцев. Самое маленькое три месяца. Вообще полгода желать. Ну, спасибо, отличная информация. Получается, вот у меня вот эти вот суставы, как бы, давно-давно уже, лет 7-30, как бы, предлагают. И вот это вот уже проверено на любви. Потому что у меня, например, женщина одна, пожилая, вообще практически не могла ходить. Просто практически не могла ходить. Там пять ступенек в магазин, она поднималась по 20 минут. Она задалась задачей. Ей на тот момент был 71 год. Ну, она такая высокая, худенькая, неполная. Задалась задачей, когда я про суставы рассказала. И она их вела год. Через два месяца она, можно сказать, практически перестала вообще выходить из квартиры, потому что любое лечение всегда идет сначала ухудшение, а потом лучшее. Ладно. Она набрала побольше этих суставов, когда чуть почувствовала, что хуже, хуже. Я ей говорю, вы не переживайте. Может стать хуже. Все. Она набрала побольше специально. Вот она месяц не выходила вообще из дома, не могла практически вообще ходить. Через семь месяцев она бегала просто уже, можно сказать. Чуть не бегала. Она ходила с центра города в окраину, как говорится, вот этот, через мост пешком. Ничего себе. А то она из дома до магазина по часу ходила. Она говорит, я даже не думала, что я вообще смогу ходить. Слушай, а может быть, это надо как бы не ждать вот таких состояний, как для профилактики? Ну, это понятно, да. Да, во-первых, у нас всегда все люди, как правило, пьют все лекарства и все народные средства применять тогда, когда что-то заболит. Ну, да. Как правило. Ну, как говорится, пока жареный петух не клюнет. Да, а я, так как я сама ломала руку семь лет назад, я знаю, что такое вот эти вот выборка из суставов. Да, вон, первые два-три дня, это так вкусно. Чего, какая проблема? Через пять дней его пить просто уже невозможно. Это такая несусветная, кажется, гадость, что просто вот. И у него есть один такой, можно сказать, побочный эффект, что от него поправляешься. Ну, это же получается такая прям насыщенный-насыщенный бульон прям вообще. Ну, получается где-то 250 грамм в день выпивать этого насыщенного бульона. От него поправляешься. Это вот такой вот небольшой вот минус у него. Но, опять-таки, это не смертельно, если у тебя что-то болит, мне кажется... Ну, да, когда уже болит, то уже не приходится выбирать. Да, да. Муж у меня так же ломал ногу. Врачи сказали, он сломал ножку, пятки, это там вообще страшный перелом. Сказали, полтора месяца самая маленькая, а то и два будешь в гипсе. Он у меня тоже так задался прям вот за этой задачей. Он по три раза в день и пил по полстакана. Ну, гипс сняли через пять недель. Там врачи, мама, чуть не упали. Как так быстро так сраслылось? И, кстати, сейчас врачи очень многие сами стали рекомендовать, потому что люди, когда узнают сами, даже те же переломы, что-то вот приходят, врачам рассказывают, то есть врачи сами убедились, что это реально работает. Ну, тоже у меня муж когда сказал врачам, как бы все знакомые, он говорит, да вот так вот делали. Он говорит, о, молодец, правильно сделал, поэтому он там быстро сраслыл. То есть это все-таки вот панацея такая для суставных болезней. Слушай, ну а если для профилактики пить, может быть, можно поменьше, чтобы не поправляться? Ну, кто его знает, может быть, и так, но в принципе, я даже вот, честно говоря, не знаю. Ну вот как-то на этом не сталкивалась. Профилактика. Может быть, я думаю, можно один раз ввести, но все равно это, этим надо заниматься, это надо варить, это нужно чтобы постоянно оно было наличие, не надо перерывы делать, то есть, увидели бульон заканчиваться, значит, надо купить новый сустав. То есть, это еще, в принципе, и как бы, по времени и затратно. Да, ладно, спасибо. Надолго его сварить нельзя, много очень бульона, потому что даже в холодильнике 5-6 дней он простоит, все, он начнет разрушаться. А, замораживать тоже нельзя, да? Нет, замораживать нельзя. Просто его вот выварить, а потом вот растаивать и в теплом виде пить бульон. Продолжение следует...